Во Франции почтили память новозеландцев, погибших в битве на реке Сама. В этом году отмечается столетие этого сражения. Оно считается одним из самых кровопролитных в истории. Вот в ходе этой англо-французской наступательной операции на немцев были убиты и ранены более миллиона человек. Новозеландская пехота выступала тогда в авангарде с первого дня битвы. Домой из новозеландцев мало кто вернулся отдать дань павшим маоре. Приехала делегация Новой Зеландии. Перед возложением венков аборигент в традиционной одежде провел обряд поминовения погибших солдат. Битва на Сааме Кто больше привлекал внимание, это аборигены или женщина, которая шла в военном мундире вслед за ним и вот издавала эти звуки пения. Да, что-то пела. Битва на Сааме началась 1 июля 16-го года. Продолжалось 141 день. За это время британцы продвинулись всего на 10 километров. Во время этого сражения впервые в истории были применены танки. Это случилось ровно 100 лет назад. Специально к этой дате сконструировали точную копию первого тяжелого танка британского производства Марк-1. Именно эти машины участвовали в первой танковой атаке. Ну и что еще можно сказать об этой битве на Сааме, которая продолжалась несколько месяцев и унесла больше миллиона человек, более тысячи самолетов были задействованы. А это, подчеркиваю, Первая мировая война.